Тележурнал Благосфера сегодня приветствует вас. Меня зовут Николай Никулин и сегодня я вам расскажу о самых наболевших сетевых новостях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анонимный интернет-пользователь. А художница тоже хороша. Че ей стоило нарисовать простую газету в руках у крокодила? Ну, правду какую-нибудь. А нет, захотелось поэкспериментировать. Чуковского-то она не читала. Пора учить матчасть. Однако сама автор скандальных иллюстраций о возникшем скандале даже не подозревала. О том, что ее работа стала поводом для разжигания межнациональной розни, она узнала от корреспондентов комсомолки. Должна была быть в руках газета. Но по цвету мы с редактором тогда решали, что, да, меня корректируют по цвету редактора. По цвету там газета не подходила, она там сливается. Можно, конечно, было поискать другую, но всегда сроки сжаты. И пришлось просто найти вот свиток, грубо говоря, да, то есть свернутый лист вот с текстом. Абсолютно, я не умею читать по-мусульмански, да, или как правильно говорить, я даже не знаю, как язык это там называется. Я просто посмотрела, что вот подходит вот этот вот цвет, да, и вставила туда. Интернет обсуждает скандальные фотографии из ночного клуба в Чите и эротические фотографии с последнего звонка из Татарстана. Что делать с безбашенной молодежью? В сетевом сообществе Art Icon, занимающимся организацией школьных дискотек, за несколько дней была прононсирована вечеринка в ночном клубе Холливуд под впечатляющим названием Global School Party. 25 мая последний звонок, и школьники съехали с катушек. Конкурсы, кто больше принесет лифчиков из зала, или кто больше принесет колготок, эротические фотографии. Это все вызвало шок в интернет-среде. А между тем, в Татарстане девятиклассница на свой последний звонок решила устроить эротическую фотосессию. Она сняла школьную форуму и сфотографировалась в нижнем белье. Людмила, интернет-пользователь. Выпороть, и пусть Годик посидит дома, подумает, как можно запросто так испортить себе жизнь. А чтобы поняла, с ней надо разговаривать спокойно и вразумительно. Анонимный интернет-пользователь. Подумаешь, девочка в нижнем белье сфоткалась и сама же свои фотки в ВКонтакте выложила. Раздули на пустом месте. А если бы она в купальнике на пляже, то нормально? И вообще ВКонтакте и не такое встретишь. До чего дошел прогресс? Теперь не только люди заводят себе твиттер, но и строение. Вот совсем недавно начал вести свой микроблог «Мост, соединяющий два берега Волги». В своем микроблоге «Мост» выкладывает фотографии своего детства и видео о себе любимом. Вот, например, в 1965 году он снялся в фильме. И все это он делает для того, чтобы городские власти выделили ему денег на ремонт. Троллейбус еще в 2004 году сняли. Перила поменяли не везде. И пешеходную дорожку тоже местами. А у меня ведь перекрытия гнилые. Саратовчане тут же подписались на твиттер моста и всячески поддерживают его. Пользователь Найлюша Бас. Эх, взяли бы и удивили людей. И полностью тебя отремонтировали. И с кусницами в игре словесной Слывут венгерки-кастельянки. Везде стяжают отзыв лесный Бретонки-немки-англичанки. Писал Франсуа Вион. Мы очень часто повторяем. Американки вот такие, англичанки вот такие. Но все это наши стереотипы. Впрочем, недавно средний национальный стандарт все же был найден. Какая она? Женщина из Италии, Камбоджи, Индии. Ответ найден. Южноафриканский фотограф Майк Майк сделал тысячи фотографий женских лиц из 40 разных стран, назвав свой проект The Face of Tomorrow Лицо ближайшего будущего. Фотографии девушек из одной страны при помощи специальной программы превращались в одну единственную. Таким образом, был найден стандарт женской красоты. Вот усредненное лицо россиянки, а вот украинки. Есть также Индия, Эфиопия, Япония. Самыми симпатичными в интернете окрестили Чехию и Сербию. Хотя Турция тоже весомый конкурент. Словом, есть на что полюбоваться. Что ж, это была программа Благосфера сегодня. Меня зовут Николай Никулин. Увидимся с вами через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова